Друзья, в ЕГЭ по русскому языку есть задание номер 9. Оно посвящено орфограммам корня. И вот как оно выглядит сейчас. Относительно прошлого оно немного изменилось и, кстати, в лучшую сторону. Вам дается пять строчек. В каждой строчке по три слова и в каждом слове пропущена одна буква гласная. И вам нужно выбрать те строчки, в которых в каждом слое одна и та же буква. Ответов может быть два, три или четыре. Соответственно, нам попадаются слова с чередованиями, слова с безударными проверяемыми, с безударными непроверяемыми гласными. Еще отдельно бонусом идут О-Е и буквы И, И после С. Вот. Это нам и требуется изучить. И, естественно, самые четкие, самые классные правила связаны именно с чередованиями. Они вам больше всего пригодятся. Ведь слова с непроверяемыми гласными придется просто запоминать. Слова с проверяемыми гласными придется просто проверять. Поехали! Нам нужно с вами запомнить все корни с чередованиями и основные правила, связанные с ними. В общем-то, эти правила довольно простые. Поделим на группы все корни. Первая группа — это корни, которые зависят от ударения. В частности, какие-то гласные пишутся без ударения, а какие-то под ударением. Но то, что пишется под ударением, по сути, нас с вами не очень интересует. Ведь нам и так будет слышно, что там. Давайте поймем, какие корни. Это корни гор-гор, зар-зор, клан-клон и твар-твор. И без ударения пишутся клон, твор, гор и зар. Приведем примеры. Заря-зорька, зарева. Видите, под ударением была буква А, была буква О. А без ударения именно А. Это нужно запомнить. Корни гор-гор. Твор. Гореть-загар. Клан-клон. Поклониться-кланяться. Но под ударением также, например, может быть поклон. Вот. Важно запомнить именно, что без ударения О. Корни твар-твор, творец-тварь. Например, так. Помимо этого, конечно же, существуют исключения, но их в конце выведем. Вам нужно будет их заучить, запомнить, потому что в заданиях они тоже встречаются. В общем-то, не особо часто. Следующая группа. Это корни, которые зависят от суффикса. Это самая большая группа. 10 корней включает. Первые 9. Давайте перечислим. Бербир. Разбирать. Берет. Дердир. Раздирать. Дерет. Тертир. Растирать. Растереть. Мер-мир. Замирать. Умирать. Замереть. Умереть. Ну и пер-пир. Распирать. Запереть. Как мы видим с вами, по этим пяти примерам, это еще пока не все, тут все зависит от суффикса А. Если после корня стоит суффикс А, то пишем букву И. Если нет, то пишем букву Е. И еще 4 штучки. Да, они чуть отличаются, но правило то же самое. Стел-стил. Застелать. Застелить. Жек-жик. Выжигать. Выжегший. То же самое. Видите? Суффикс А, буква И. Нет суффикса А, буква Е. Блест-блист. Блистать. Блестеть. Ну и чет-чит. Этот чуть посложней. Тут много слов. Например, вычитать. Вычет. Соответственно, тут тоже есть исключения. Их мы тоже с вами запомним. Следующее. Последнее. После этих девяти корней. Десятый. Кос-кос. Он чуть-чуть отличается от остальных. Если после корня идет Н, то мы пишем О. Если после корня идет А, мы пишем А. Касаться. Коснуться. Вот, собственно, все. Самую большую группу мы с вами завершили. И переходим к моей любимой группе, самой простой. Я называю ее двойное чередование. Туда входит три группы. Раст, ращ, роз. Это первый корень. Мы его, собственно, с детства знаем. Его еще в младших классах изучают. Здесь, если на конце СТ или Щ, то мы пишем А. Если на конце просто С, то мы пишем О. Выращенный. Вырастать. Вырос. Вот. Получили три варианта. Все, в общем-то, понятно. Исключений довольно много. Росток. Отрасль. Ростислав. Ростовщик. И т.д. Исключения лучше не запоминаем. Естественно, друзья, бывает и так, что в слове «несколько корней», например, водоросли, здесь два корня. И один из них корень с чередованием. Пускай вас это не смущает. Водоросли здесь все по правилу. Пишем роз, потому что дальше идет... Ну, на конце корня у нас С. Соответственно, внутри корня мы пишем с вами О. Такие дела. Следующий корень – это лаглож. Если на конце Г, то пишем А. Если на конце Ж, то пишем О. Прилагательное. Ну, или, например, положение. Тут исключение слова полок. Его тоже советую запомнить, конечно же. Последний в этой группе – это скак, скотч. Тут тоже много исключений, кстати. Но по самому корню понятно, что если на конце пишем К, то внутри А. Если на конце Ч, то внутри О. Скакать – подскочить. Такие дела. Следующая категория. Здесь корни, которые связаны со значением. Мак-мок равн-ровн. Мак-мок. Если мы пишем букву А, какое из них значение? Обмакнуть сухарь в чай. Погружение в воду. В общем-то, все остальное будет мок. Непромокаемый плащ, например. Вот такое. То есть слов смак гораздо-гораздо меньше. Равн-ровн. Тут равн – это значит равный, одинаковый. Ровн – это значит ровный, гладкий. Разровнять землю. Уравнение. С буквой А. Исключений, опять же, много. Тоже их необходимо все выучить. Последний. Точнее, предпоследний. Самый последний у нас под звездочкой будет. Это плав-плов-плыв. Тут, собственно, в большинстве случаев пишется А. Плавать, плавательный и так далее. Кроме слов плов-вец, плов-чиха, плыву-ны. Вот их надо запомнить. И в остальных случаях будет А. Под ударением, понятное дело, нам без разницы. Что слышим, то и пишем. Там разные варианты возможны. И теперь момент под звездочкой. Самый сложный. Самая обширная, на самом деле, группа – это чередование им-ин с буквами а-я. И тут такие слова, с такими корнями, их сложнее идентифицировать. Давайте посмотрим на примеры. Поднимать – поднять. Снимать – снять. Унимать – унять. Обнимать – обнять. Ну и так далее. Что мы видим? Мы видим пары глаголов. Сначала несовершенного вида, потом совершенного. И вот, естественно, от этих глаголов могут образовываться другие слова. Например, поднимающий, сминающий, внимающий, внимательный, внимание и т.д. То есть причастие, депричастие, даже прилагательные какие-то, существительные. Что нам нужно помнить? Нам нужно помнить, что такое вообще существует. И задавать себе вопрос, а это случайно не оно? Даже если вы видите, возможно, существительное или прилагательное, вы подумайте, а не образовано ли оно от подобной пары? И попытайтесь представить эту пару. Занимать – занять, например. И в этот момент, как только вы проделаете все это, вы поймете, что «а», да, точно образовано от подобной пары. И вспомните, что там вам нужно, соответственно, написать «и». Обычно именно «и» там пропущен. Такие дела. Итак, друзья, у нас с вами получилось 20 групп. Ну, я бы сказала пар, но там иногда по три корня. 20 штук. И отдельно под звездочкой идут «им», «ин» с буквами «а», «я». Естественно, первое, что нужно, это запомнить правила, но правила простые. Второе, нужно запомнить исключения, выучить их качественно. И третье. Также встречаются слова, которые похожи на слова с чередованиями, но чередования не содержат. Есть такие слова. Так вот, на всякий случай лучше все-таки уметь их отличать от чередований, потому что там вы правила с чередованием применить не сможете. Ну, например, вот если у нас корень «горгор», так вот в слове «горизонт», «горизонтальный», «горячий», ну или, например, «горевать», «горечь», «горчица», там нет корня с чередованием, там везде другие корни. И правила с чередованием там не работают. То же самое, например, со словом «беречь», там нет «бербир». Со словом «зоркий», нет «зарзор». Эти слова, безусловно, у нас в теории тоже перечислены. Вы их прочитайте, убедитесь в том, что вы не сомневаетесь в написании этих слов. И все. Удачи подготовке, товарищи!